2011 год для ресторанного рынка города стал богат на открытия. По подсчетам экспертов, за 11 месяцев в Красноярске заработали более 100 новых заведений общепита, при этом закрылись 50. Самым востребованным по-прежнему остается формат демократичных заведений со средним чеком до 1000 рублей. К слову, средний чек в красноярских кафе и ресторанах за год вырос более чем на 15 процентов и это официальные данные. 1 января усилились и налоговая нагрузка и увеличились в 2,4 раза страховые взносы. Но вы прекрасно понимаете, для того, чтобы увеличить в 2,4 раза так называемое пенсионное отчисление, это отчисление в страховые взносы зарплаты людей, которые работают и обслуживают предприятия массового питания, автоматически это может отразиться только на чеке посетителей. В целом 2011 год рестораторы называют успешным. Многие решились на многомиллионные вложения в открытие новых заведений и глобальный ремонт в существующих. Например, кардинально изменился интерьер вот в этом заведении с восточной кухней. Многие кафе и рестораны города обзаводятся новыми просторными банкетками. Это хорошо, я думаю, что рынок растет, что появляется новое предложение, что появляется конкуренция. Из-за этого становится более качественный сервис, более качественная еда, потому что уже вынуждены следить за качеством, за атмосферой, для того, чтобы не потерять клиента. А если потерять клиента, все это закрываться нужно. Рынок общественного питания у города в 2011 году существенно пополнился за счет демократичных кафе и ресторанов. Например, посещаемость вот в этом заведении с линии раздачи до тысячи гостей в день. Хедлайнером этого формата в Красноярске остается Владимир Владимиров. В этом году он открыл четыре новых демократичных заведения. Работаем уже практически две недели. Постоянные клиенты появились. Очень хороший спрос. Одним из последних своей двери распахнул вот этот гриль-бар со смешанной кухней. В сети ресторатора сейчас уже более 30 проектов. Планы на следующий год не менее амбициозные. Мы планируем в высотном здании на взлетной так называемый офисный центр комплекс А открыть кафе самообслуживания по типу вот этого, по типу МИКС и кофейню и ресторан. А также открыть сеть пицца и суши-бары на 120 мест в районе четырех заведений и пару доставок. Добавлю, что на красноярском рынке общепита по-прежнему основными игроками остаются местные рестораторы. Но уже в следующем году конкуренция обостриться, считают эксперты. Например, две крупнейшие столичные сети ресторанов с американской кухней собираются открыть свои заведения в Красноярске в 2012 году.